Дип-Уотер-Ки Посмотрим, нет ли у нас гостей. Здесь есть на что посмотреть. Акулы, морские звезды, черепахи. Здесь всегда интересно. Природные условия на отмелях способствуют не только процветанию морской фауны и флоры, но и местной экономики. И что лучше всего — пристрастию флибустьеров к рыбалке. Здесь должна быть сумасшедшая альбула. На восточной оконечности острова Большой Багама расположен Дип-Уотер-Ки. Здесь банда флибустьеров ищет серебро. Серебро, тёргающееся на конце лески. Мы расскажем вам о банде флибустьеров, сколоченной для поисков приключений на отмелях и в открытом море. У вас есть шанс узнать о поисках сокровищ дикой природы. Мы расскажем вам о рыбацком сокровище. РЫБАЦКОЕ СОКРОВИЩЕ МАГИЯ ОТМЕЛИ Учредитель фонда Патагония Иван Шунар — один из тех, кто противостоит стихиям и рыбачит на отмелях в одиночку. РЫБАЦКОЕ СОЛО Начинается Родео. Приятный звук. Ещё бы! Он сорвался. Вот блин. На 12 часов, затем на 11. Отлично. Тащи, тащи. Поймал. Великолепный заброс, скажу я тебе. Ушёл. Сорвался. Повтори заброс. Идёт к тебе. Для таких рыбаков, как Иван, магия отмели не зависит от выловленной рыбы. Тема сегодняшнего приключения — пойманные и непойманные альбуны. Как бы там ни было, Иван знает, что сегодня всё зависит от него. О, нет. Что за чёрт? Вот блин. Уже пятая. Красота моря, прозрачная вода, изобилие морской фауны и флоры и образ жизни, который они здесь ведут. Всё это побуждает флибустьеров и фонд охраны альбул и тарпонов охранять природу. Билл Клайн, фонд охраны альбул и тарпонов. Мы всегда стремимся сюда приехать, просто потому что здесь нам чрезвычайно комфортно. На этом острове приятно жить. Здесь можно испытать потрясающие ощущения. Хью Льюис, музыкант. Я польщён, что меня сюда пригласили. Это прекрасно по многим причинам. Отличная рыбалка, отличное чувство локтя. За тобой прекрасно ухаживают. А ещё Иван привёз много чего из Патагонии. Том Брокау, журналист. Мы все привезли больше, чем сумму частей. У нас сплочённая группа. Мы всё делаем вместе. Пол Валдек, владелец Deepwater Key. Здесь есть скаты, акулы, молодые альбулы. Мы в восторге и хотим быть обслугой. В первый день самостоятельной рыбалки Иван Шунар, как говорится, формировал характер. Но это не убедило его в том, что он ещё не готов повторить. Косяк рыбы на два часа. Смотри, ты её поймал. Поймал, отлично. Поймал. Она сорвалась с лески. Вот, блин. Сегодня у нас будет удачный день. Я чувствую. Несмотря на плохую погоду, сегодня будет удачный день. Сегодня мы надерём им задницы. Там сучок. Обмоталась вокруг сучка. Я думал, что поймал. Она укрылась в мангровых зарослях. Они не очень густые. Мы должны пойти туда и поймать её. Она в полукилометре от нас. Она не знает, что мы её отпустим и будет сопротивляться. Я её достану. Нет. Она спряталась под этой штукой. Красивая рыба. Отлично. Так, подтянем её к нам. Она тоже этого хочет. Боже. Ладно, плыви. Спасибо. Маленькая мушка, но получилось. Да, танцуем рок-н-ролл. А вот и акула. Иван, у нас будет удачный день. День уже отличный. Говорю тебе. Ловля альбул — это спорт, да? Цель работы по охране природы — не только сегодняшний день. Исследования показали, что альбулы могут прожить больше 20 лет, а тарпоны доживают до 80. Проекты фонда охраны альбул и тарпонов, поддерживаемые флебусьерами, нацелены на сохранение здоровой морской окружающей среды для альбул, тарпонов, помпана и других морских видов для будущих поколений. Лэфти Крей — легендарный рыболов. Мы должны защищать то, что есть, иначе нас бы здесь не было. Фонд узнает, что произошло хорошего и плохого, помогает сохранять ресурсы, помогает рыбакам. Если не будет ресурсов, не будет и рыбаков. Сохранение морских отмелей — долгосрочная инвестиция. Они должны сохраниться для еще неродившихся рыбаков. Крупная рыба на 11 часов. Я тебе покажу. Вчера Иван Шунар не смог поймать альбулу, но сегодня его, возможно, похвалит даже инструктор. Видишь их вон там, над отмелью? Видишь их? Да. Большие. Они хотят выпрыгнуть из воды. Тянут время. Смотри вон туда. Видишь там рыбу? Тащи! Тащи! Снова поймал. Отлично забросил. Она не сможет отказаться. Мы можем провести здесь весь день. В этом и суть ловли альбул. Она взбеленилась. Ого! Она отгоняет больших. Ловля альбул — это спорт, да? О, блин, потрясающе! Что-то не то. Они накатываются на нас волнами. Красивая рыба. Я рад, что переключился на 7-килограммовую. Да, отпустим ее побыстрее. Мы не должны к ней прикасаться. Их нельзя брать руками. Их тело покрыто защитной слизью. Акулы чувствуют их запах. Мы видели там акулу. Когда мы отпустили альбулу, акула поплыла вслед за ней. Альбула может быть далеко, но акула принюхивается к песку и находит эту рыбу. Рок-н-ролльщик Хью Льюис рыбачит на другой отмели. Он показывает нам, что знает, как лучше всего забрасывать мушку в морской воде. Попался, малыш. Попался. Я даже не видел эту рыбу. Танцуем, рок-н-ролл. Ты молодец, Мика. Ты прекрасно управляешься со спиннингом. Я хочу сказать, что когда ты забросил мушку, ты сделал это так, как я хотел. Да, да. Рыба ее увидела и вернулась. А вот и акула. Посмотрим, нет ли у нас гостей. Что будем делать? Пока ничего. Иди к папе. Я хочу тебя спасти. Все в норме. Респектабельный. Полтора. Может, два. Да, полтора-два. Он того же цвета, что и дно, поэтому их так трудно увидеть. Похоже, он весит больше полутора килограммов. Мы правильно выбрали место. Отлично. Хорошо. Я потру ему нос, но без любви. Спасибо, мистер Альбула. Еще увидимся, друг. Молодец. Ты молодец. Спасибо. Судя по всему, Хью вполне может повериться силами с Ивоном. Стоп. Тащи. Еще. Тащи. Тащи. Поймал. Еще тащи. Тащи. Поймал. Уходит. Мы можем только ждать, когда рыба придет к нам. Я могу сэкономить силы. Легкий день. Иван, у нас будет удачный день. День уже отличный. Говорю тебе. Как мило. Он на нее нападает. Толкнул ее один или два раза. Да. Так. Иди. Отлично. На Абагамах едят мясо из раковин. Очень специфическое. Я не понимал, какой я великий. Поцелуй меня. Отлично. Поймай его на крючок. РЫБАТСКОЕ СОКРОВИЩЕ Отмели у Deepwater Key не только непревзойденные места для рыбалки. Там есть еще одно сокровище. Уникальный деликатес из морепродуктов, которые готовят множеством способов. Шивин Тейт. Мировой чемпион по расколке раковин. На Абагамах едят мясо из раковин. Очень специфическое. На Абагамах готовят множество блюд из раковин. Это инструмент для раскола раковин. Этим инструментом бьют вот сюда. Я хочу, чтобы оператор навел сюда камеру. Я могу расколоть ее одним ударом. Я делаю это медленно, чтобы вы все увидели. Вот так. Я пробил отверстие сзади. Смотрите. Это делается вот так. Это мясо делает вас таким, что вы хотите размножаться, оставить потомство на всей земле. Вот такое мясо. Если вы приехали на Абагамы из любого уголка мира, съешьте мясо из раковины, если вы хотите сделать детей. Задолго до появления Виагры у багамцев был свой секрет. Некоторым нужно полчаса, мне несколько секунд. Поэтому я самый великий на Абагамах. Джимми Киммелу и Хью Льюису еще предстоит овладеть этим искусством. Раньше ты так не делал, Оливер. Мы халтурим. Халтурь пока не получится. Дай посмотрю, что ты делаешь. Без раковины ему негде спрятаться, да? Их не продают в магазинах сувениров. Если нас выбросит на остров, мы умрем. На этом острове есть манго. Берегись, Оливер уже заканчивает. Ух ты, его намного больше, чем я думал. Начали. Очень познавательно. Рыболовство — хороший вид спорта. Им можно заниматься, пока не вырубишься. Для Ивана Шунара это не день компромиссов. Он будет рыбачить еще более упорно. Здесь очень много рыбы. Она роет дно. Тащи, тащи. Быстро, быстро, тащи. Продолжай тащить. Тащи. Ты его поймал. Отлично. Вгони в него крючок. Писатель Том Макуэйн и номинант на премию Оскар Майкл Китон сидят в этом месте. Они живут в одной лодке и давно разделяют глубокую любовь к рыбалке. Томас Макуэйн, актер. Для меня рыбалка не теряла блеск. Я рыбачу с 5-6 лет. Я до сих пор хочу поймать крупную рыбу и путешествовать по рыбным местам. Где они? Я их не вижу. Я узнаю людей по рыбалке, особенно когда рыбачу с такими, как Макуэйн. Я часто с ним рыбачил. Когда я думаю о другой лодке, открывшей золотую жилу, я вспоминаю слова Гора Видала. Когда мой друг добивается успеха, во мне что-то умирает. Какое зрелище! Ух ты! Акула или барракуда? Барракуда. Что ж, мы приближаемся. Твой черед. Черед чего? Чуть правее от тебя. Бросай. Я его вижу. Тащи. Тащи, ты его поймал. Вот он. Ну, наконец-то. Я выдающийся рыбак. Я не понимал, какой я великий. Поцелуй меня в... Я великий. Поторопись, Том, ты опаздываешь. Он клюнул, да? Да, вот он. Хорошо, хорошо. Томас, ты забил гол. Да, во мне полтора человека. Я... Я лучше буду на природе, чем где-нибудь еще. Здесь такие красивые виды. Я прикреплю эту мушку, и он ее не увидит, потому что я знаю, что он скажет, не получится. Если бы я увидел, что он ее прикрепил, я бы ни за что не дал ему так поступить. Я бы не допустил. Окружающий отмелий среда не заканчивается на берегу, а растирается дальше. Для флибустьеров рыбалка — пропуск в багамский образ жизни. Образ жизни, связанный с хорошим состоянием моря и возможный только за счет того, что в нем живет. Того, что рыбаки добывают удочками и спиннингами. Мико Глинтон, инструктор. Хорошо, что эта группа приехала снимать программу сюда. Хотя рыбалка не совсем удачная, и лодки не переполнены рыбой, они улыбаются, потому что прекрасно провели время. Ловить рыбу — это хорошо, но для них это не так важно, как всеобщее веселье. Такое невозможно не запомнить. Хью Льюис, музыкант. Я лучше буду на природе, чем где-нибудь еще. Здесь такие красивые виды. Здесь есть на что посмотреть. Акулы, морские звезды, черепахи, барракуды, луцианы. Здесь всегда интересно. Здорово. Билл Клайн, фонд охраны Альбул и Тарпонов. Великолепное, сказочное место. Я бы посоветовал людям приезжать сюда и совершенствовать навыки. Неважно, начинающий вы или лучший рыбак в мире. Вы всегда найдете здесь что-то новое, не говоря уже о крупной рыбе. Давай забросим вон туда. Продолжай. Хорошо. Чуть-чуть левее. Так, теперь. Отлично. Тащи. 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 Продолжай тащить. Еще. Еще. Стоп, стоп. Тащи. Вот так. Вот о чем я говорил. Я говорил, что мы его поймаем. Танцуем рок-н-ролл. Заметил, как я рад крутым забросам? Крутейший заброс. Я очень, очень рад, потому что я делаю их каждый день 19 лет. Мне нравится от начала и до конца. Человек сделал заброс против ветра и поймал рыбу. Время от времени я прихожу от этого в восторг. Леска была длинной. Ты меня не подколешь. Все отлично. Танцуем рок-н-ролл. Еще бы. Мы насчитали шесть. Да, ты поймал его благодаря поводку. В ловле рыбы на мушку прекрасно то, что в ней всегда можно совершенствоваться. Всегда есть чему учиться. Ты все лучше и лучше и лучше, пока не умрешь. Тебе 80 лет, но ты все еще учишься. Как лефтик. Ты прав. Вот почему это замечательное хобби, вид спорта, развлечение. На отмели со стороны Ивана беспрерывно ловят рыбу, но он хочет сделать рыбалку более личной. Уильям, я хочу кое-что попробовать. Я прикрепил мушку для форели, но он это не видел, потому что я знал, что он скажет, не получится. Боже, там большая рыба. На этот раз поймаем большую рыбу. Дощи, я поймал большую альбулу с первого заброса. Он злобно ворчал. Он не понимал, как я это сделал. Подождите меня. Подождите меня. Здесь какой-то аквариум. Подними голову. Когда я наконец показал ему мушку, он сказал, я бы тебе не позволил ее прикрепить, если бы ты мне сказал. Ты такая быстрая. Очень плохо. Мы ее возьмем. Идет большой косяк рыбы. Иммон, забрасывай снова. Отлично. Тащи ее. Поднимай. Ух ты. Настоящая альбула. Она ее схватила. Правда? Невероятно. Альбула быстро съела эту штуку. Рехнулась. Да. Уильям Биндер, инструктор. Мы ловили их одну за другой. Поймали 12 рыб за пару часов. Отлично. Было очень интересно. Сегодня мы на вершине. Я ловил альбул 3-4 дня. И реакция альбул была потрясающей. С мушкой для форели я не получал отказов. Мне доставляет радость узнавать что-то новое. После всех неудачных дней сегодня отличный день. Класс. Чудесно. Альбула клюнула на мушку для форели. Я в первый раз увидел такое. Иван сказал мне, что сегодня рыбалка была такой удачной, что он хочет сюда вернуться. Если бы я увидел, что он ее прикрепил, я бы ни за что не дал ему так поступить. Люблю разрушать парадигмы. Я никогда не хотел быть бизнесменом, но решил, что быть бизнесменом креативно, если ты нарушаешь все правила. Я никогда не любил власти, не любил выполнять приказы. Я не люблю управлять людьми. Я не управляю людьми. Я не люблю говорить, что им делать. И не люблю, когда мне говорят, что мне делать. Теперь я убедился, что это работает. Сегодня мы рассчитались за все неудачные дни. Сегодня было так хорошо, что я хочу вернуться. Так было хорошо. Рыбакам всегда кажется, что самые удачные дни были до их приезда или после их приезда. Но у Ивана был исключительно удачный день. Любой день на рыбалке, удачный или неудачный, не нуждается в оправданиях. То, что он поймал столько альбул — знак. Знак прекрасного состояния и отмелей и успехов фонда охраны альбул и тарпонов, а также усилий плебустьеров по сохранению жизненно важных ресурсов. Программа дублирована на студии Тутти Рекордс по заказу студии Ю-7. Субтитры создавал DimaTorzok